всем привет дорогие подписчики с вами академия сайтов и меня зовут николай сразу скажу что извиняюсь за предыдущие видео предыдущем видео у меня был не совсем корректный звук то есть не хорошо был настроен микрофон раз я перенастроил его и мои болты мои звуки слова буквы не должны съедаться прошлом видео они немного съедались а что за это изменюсь и давайте перейдем твердки для начала конечно же подписываемся на мой канал ставьте лайк комментарий как говорится на сегодняшний день всего пять видео но каждый день я буду добавлять по одному два видео для того чтобы мой мой канал начал продвигаться поиски также я открыл канал и на рутубе только быть под данное видео подходите заходите подписывайтесь если вам удобно смотреть на рутубе посмотрите тут а мы начинаем перед тем как начнем я бы хотел рассказать о том то что я занимаюсь разработкой сайтов если вдруг у вас возникла проблема с сайтом примеру вы взяли заказ у клиента но не знаете как его сделать вы можете связаться со мной и в индивидуальном порядке я вам помогу разобраться с данной проблемой с данным сайтом даже частично либо полностью сверстать проект а мы собой за определенную сумму как говорится за бесплатно никто не работает также если вдруг обамы либо вашим клиентам необходимо делал сайт и 6 мне в личку вконтакте там договоримся о цене на этом все так что продолжаем практику и переходим к следующему видео сегодня мы будем изучать некий сила теги для оптимизации вашего сайта с помощью и с помощью а для поисковика google яндекс рамблер и так далее для того что чтобы ваши сайты всегда были в топе выше ваших конкурентов сразу скажу что многие этого не делают и потом ищут проблему и платят большие деньги за рекламу для того чтобы их сайт поднимался в топе так что поехали первым тегом у нас будет хэдер и футер одну секунду хэдер это голова хэдер это подвал где он используется давайте откроем какой-нибудь страничку к примеру вот этот сайт лента если мы откроем консоль при наведении вот на эту шапку вы и тут можете увидеть тег хэдер то есть шапка в шапку указывается вся необходимая информация контакт информация навигация то есть просто понимаете что это шапка сайта с мы опустимся в самый низ это будет подвал сайта выделяем и смотрим одну секунду найдем это он должен быть это него спрятали а попробуем через поиск утор странно а не гиф используется классом футер обычно просто так футер используется давайте посмотрим на другом на примере на бут здраво опускаемся в самый низ а будем на данный так видите так футер то есть это подвал если поднимемся на самый верх хэдер это шапка то есть просто запомните следующий наш тег будет тег секшен то есть секции давайте откроем повторно сайта лента ру и найдем нашей секции так посмотрим где она заканчивается так вот вот смотрите секция один секция 2 это уже 3x и 4x и 5 то есть секции нужны для корректного распределения блоков на самой странице это очень важно так что не забывайте их использовать следующий наш тег будет тег а сайт так если память изменяет а сайт используется на блогах вы этого не слышите это довольно таки круто так секции сайтом и мышку вы также не должны слышать а сайт это получается боковой столбик с реклаз информацией так так видите я максимально просто делаю того чтобы новички поняли и не боялись программирования есть все довольно таки про так вот в нашем случае это подвал сайта так следующий наш тег будет артикл артикл где он используется обычно артикл используется в блоге давайте откроем какой-нибудь блок не знаю смогу найти данный так или нет так откроем и поищем артикл нет тут нету ладно давайте на примере просто покажу смотрите я смотрю тивари блог уменьшим откроем консоль и пробуем открыть какой-либо пост здесь не совсем корректно конечно давайте другой сайт откроем какой-нибудь вот артикл а сайт это панелька справа все положено артикл это пост используется так мэн давайте я вам расскажу в основном так мэйн используется на каждом сайте на каждой странице для того чтобы корректно отобразить основную информацию на странице не то что некую маленькую часть на странице а конкретно полностью весь контент на странице но но кроме того что примеру не выдвигается не появляется при нажатии на клавишу вы много раз видели то что когда мы нажимаем на какую-либо кнопку у нас появляется модель на окошко где мы заполняем все необходимые формы информацию увидели такой вот эта категория она не попадает под и попадает в тег мэйн а если какая-то статичная либо динамичная информация который загружается при загрузке страницы тогда она попадает в категорию мэйн давайте попробуем эти вот вот смотрите мэйн то есть мэйн помещается весь контент именно с информацией которые необходимо разместить на сайте остальная часть хочу так сделаем и остальная часть вот это вот это странно но должна помещаться вот это она сюда не попадает то есть падает только основной контент просто вы должны это поднимать есть так подпишем мэйн а он он и на сайте я думаю вы меня поняли как следующая наша категория наш так будет адрес я думаю вы сами понимаете туда вписывается конкретно вписывается все контактные данные вашего клиента либо вас который находится на сайте делаем так и сделаем вот так форма я адресом на сайте так 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 ну и наверно основные все основными тегами мы закончили если хотите посмотреть все теги которая подходит категорию мальчики а все вам необходимо перейти по данной ссылке ссылка будет в описании это называется html5 семантические элементы и здесь вы можете увидеть все семантические элементы которые используются для корректного корректной настройки страницы для того чтобы ваш сайт поднимался по и поиске пример если ваши конкуренты используют только дивы но они используют все семантические теги или хотя бы все хотя практически все тогда вы без проблем их обгоните а это быть не сразу это будет не за один день не за одну неделю но если смотрите в дальнюю то есть через полгодика через год если вы не сильно будете так поднимать и раскачивать сайт она поднимется выше ваших конкурентов если будете вкладывать все вкладывать соцсети вкладывать в рекламу конечно ваш сайт поднимется буквально за 2 за 2-3 месяца но это чтобы вы сразу понимали я почему вы не думали то что вы сделаете так и завтра у вас сайт будет торт в топе номер один там в google яндекс такого не может быть ну хотя бывает исключение если к примеру ваша информация какая-то индивидуальная и она именно в этот момент набирает очень большое количество просмотров когда поисковик эту информацию быстро поднимет вверх и буквально за неделю ваш сайт будет в топе именно по данной странице здесь вы можете посмотреть какие браузера поддерживаются она строится ведь сначала хэдер потом нав section артикл а сайт футер здесь может посмотреть как конкретно строится данные теги присмотреть сначала указывать section днем указывает все необходимы необходим информациям если вы нажмите на кнопочку просмотр тема редакторе вы сможете более подробно рассмотреть вот он section и основной контент 1 визуально вы это никак не увидите это больше требуется для семантики нашего дамы ваши домашнее задание на сегодня полностью просмотреть все а что mail теги семантического семантические элементы они вам потребуется для корректной постройки вашего сайта а это все так что не забываем повторно подписываться на канал попасть в группу vk только будет в описании быть я зайду покажу страничку и буквально вчера переделал немножко вот здесь буду видео вот будут посты все необходимые и я и данную группу будут публика в данной группе будут публиковать все необходимые материалы которые вам помогут для корректной для корректного построения контента структуры сайта и разных фишек которые вы можете продавать вашим заказчикам а этом всем пока пока увидимся в следующем видео а